Белорусские биатлонисты продолжают возглавлять общие зачеты Кубка Содружества. В эти дни к Раубичам под Минском приковано все внимание поклонников спорта и биатлона. Кульминация четвертого этапа гонки, преследования и медали белорусов. Развязка состоится завтра, когда спортсмены разыграют награды в масс-стартах. А в рамках гонки легенд мы увидим звезд калибра Зубриловой, Майгурова и Новикова. Что окружало третий соревновательный день? Репортаж из Раубичей. Вашему вниманию. Любой белорусский вид спорта – это отражение нашей с вами жизни, даже наших с вами отношений. И самое главное – практический пример движения вверх. А возьмем, к примеру, биатлон, где каждая гонка совершенно не будет походить на следующую или предыдущую. Она уникальна и сюжетна. Вот, смотрите. Гонка преследования, а сегодня именно день пассютов в Раубичах – это старт с тем преимуществом, которое добыто накануне в спринте, причем добыто отчаянно. Динара стартовала четвертой, но в таком приятном глазу желтом пипи лидера. Далее стрельба. А их всего четыре, и лидеры меняются постоянно. Белорусская также выходила на первое место в маститом пилотоне звезд. Но вот стрельба стоя вышла не безупречной, но есть медаль бронзового достоинства. Динара Олимпекова! Смойская! Думаешь о том, чтобы эмоционально себя раньше времени не расплескать? А подозреваю, есть такое внутреннее? Наверное, да, есть такое, что не хочется отдавать все эмоции, но это же и есть домашняя публика, домашний этап. Знаю, что очень много здесь находится моих друзей, моих знакомых, и каждый, который мне пишет, что мы приедем поболеть, и я не могу просто уйти и не уделить им внимания. При этом надо понимать, медаль в любой биатлонной гонке – это результат феноменального труда работы на пределе, причем далеко не только спортсмена. Вот, к примеру, детский тренер Антона Смольского. Смотрите, в какой компании Динара, мама Антона тут. Рядом за гонкой следили самые близкие – мама Антона и Динары, которые на трибунах организовали собственный фан-сектор. И это они – родители знаменитых белорусских спортсменов, а ведь есть те, кто приезжают сюда по велению болельщицкого сердца. Далее информация для болельщиков, ведь этапы Кубка Содруства – это не только специальный транспорт, зоны фудкортов и развлекательные программы. Это, конечно же, вид, знаменитый вид на наш биатлонный стадион, где позади меня стрельбище, и слышны, как всегда, выстрелы во время пристрелки. Тут же зона старта и всегда яркого финиша, но, конечно же, трибуны, которые во время самых кульминационных моментов – настоящий фан-сектор спортивной страсти. То, что касается организаций, в Беларуси любые мероприятия проводятся на самом высочайшем уровне. Я смотрел гимнастику, фигурное катание, как и все. Но раубичи – это были и остаются меккой биатлоном. У мужчин Антон Смольский сегодня был близок к цветочной церемонии, но капитан дал шанс другим. К примеру, юность Ипан Данилов завершил гонку восьмым. Обратите на парня внимание. Людям интересен биатлон, потому что мы его популяризируем. Что касается помех, то я довольно стрессоустойчивый. А взял медаль спящий гигант Дмитрий Лазовский. Этап при родных трибунах получается для Димы в лучшем сезоне. Уже две награды. Кульминация четвертого этапа в Раубичах состоится завтра. Два мастарта и гонка легенд. Вот этот симпатичный бельчонок, маскот соревнований комплекса, вас ждет в гости. Андрей Козлов, Андрей Иваненко, агентство теленовостей.